Всем привет друзья! Вы находитесь на канале Denik Webmaster и в сегодняшнем видео я хочу показать вам как правильно добавлять товары на ваш сайт интернет-магазин, который управляется системой управления содержимым Joomla и интернет-магазин реализовывается с помощью расширения virtualmart. Мы с вами в этом уроке рассмотрим как правильно прописывать метатеги, метатег title, метатег description, ведь именно от этого зависит какую позицию займет ваш товар в поисковой системе, как пользователи смогут находить этот товар. Ну и конечно же мы сделаем описание и полностью красиво оформим карточку товара. В этом уроке я не буду показывать как добавлять вот такие вот поля, размер например, чтобы менялась цена в зависимости от выбранного размера, цвета или комплектации. Это я покажу вам в следующем уроке, поэтому если вам вообще интересно как работать с сайтом Joomla, как создавать свои интернет-магазины, то подписывайтесь на канал, будет еще урок по вот таким вот полям, как их добавлять, как оформлять и чтобы цена менялась в зависимости от того, какие параметры задаст покупатель. В этом же видео мы просто добавим один товар и просто оформим одну карточку товара. Максимально просто. Мы с одного сайта, вот с этого, возьмем товар, вот этот вот товар кровать виола односпальная и добавим этот товар вот в этот раздел на сайте Эко-мебель в раздел металлические кровати. Давайте, чтобы долго не говорить, мы с вами посмотрим, что мы здесь можем взять. Мы можем взять название и описание. Не очень большое описание, но в принципе возьмем мы описание и свое уникальное описание в данном случае мы делать не будем. Мы просто скопируем то описание, которое уже есть. Ну и конечно же нам нужна будет вот эта вот картинка. Картинку давайте сразу сохраним. Вот я сохранил картинку. Давайте мы ее сразу обработаем. Я, например, всегда делаю картинки 800 на 600. Ну и чтобы название было уникальным, я добавляю дату, когда я добавляю эту картинку. Кроме того, изображение обязательно нужно сжать. Я использую оптим зила. Просто перетаскиваю наше исходное изображение. Ну ненамного, на 7 процентов предлагают нам его сжать, но это уже какая-никакая оптимизация нашей картинки. А как известно, это влияет на скорость загрузки страницы и поэтому оптимизировать картинки нужно и нужно обязательно. Так, картинку мы получили. Вот еще одна картинка. Давайте мы и вторую картинку сохраним и вторую картинку тоже оптимизируем. Пусть не на много, пусть на 3 процента, но оптимизация есть. Картинки мы подготовили. Теперь переходим непосредственно к добавлению товара. Переходим в компонент Virtuemart и выбираем вкладочку товары. Вот мы оказались на вкладке товары. Теперь нам нужно создать товар. Кликаем создать. В поле названия товара мы вводим название нашего товара, который мы добавляем на сайт. Кровать виола и в скобочках мини. Это имеется в виду, что это односпальная кровать у нас. Если вы на своем сайте, в своем интернет-магазине используете артикул, то конечно же можете прописать еще артикул. Можете производителя прописать, но производители создаются отдельно. Я, если нужно, создам видео урок о том, как создать производителей. У нас же артикул не используется, производитель не используется, мы выбираем только категорию. Категория металлические кровати. Проставили. Теперь проставляем цену. Основная цена и окончательная цена. Вот то, что нужно нам сейчас проставить. Основная цена у нас 2121 гривна. 2121 гривна. И окончательная цена тоже 2121 гривна. 2121 гривна. Переходим на вкладочку описание. Здесь мы будем сейчас прописывать наше описание. Ну, поскольку мы уже решили, что мы описание возьмем с вот этого сайта, то сейчас я просто скопировал описание, вставляю его в блокнот для того, чтобы очистить текст от лишних тегов. Потому что, когда мы напрямую копируем с чужого сайта, если я вот так вот скопирую и вставлю к себе на сайт, то мы вставим и код с этого сайта. Те параметры, которые прописаны для вот этого текста. А мы хотим вставить просто чистый текст и сами для себя его как-то стилизировать. Но уже по-своему стилизировать. Нам не нужно перетягивать стили с чужого сайта. Чтобы это сделать, мы просто вставляем в блокнот текст и копируем уже из блокнота чистый текст. Вставляем его в редактор. Вот мы вставили, у нас получился чистый текст в нашем редакторе, в нашем описании. Краткое описание мы можем написать металлическая, односпальная, кровать. Ну и можем дописать еще от производителя. Вот так вот у нас будет выглядеть краткое описание, вот так вот основное описание. Ниже мы прописываем вот как раз те мета теги, о которых я говорил. Пользовательское название страницы, это у нас будет мета тег title. А мета описание, это будет наш мета тег description. Кроме того, обязательно ставим мета robots, индекс follow. В принципе, если у вас по умолчанию стоит индекс follow, то есть индексировать эту страницу, то можно и не ставить вот этот вот тег мета robots. Но я по инерции, по привычке всегда ставлю индекс follow. Ну давайте пропишем мета тег title. Мета тег title мы будем писать по уже ранее написанным мета тегам по принципу. Вот у нас есть мета тег title для барного стула. И давайте сейчас составим мета тег title для кровати. Просто вставляем кровать viola mini. Купить в лубнах недорого, эко мебель лубны. И вот такой вот мета тег title мы составим. Вставляем его сюда. В пользовательское название страницы. Вот у нас получился мета тег title. То есть в поисковой системе эта карточка товаров будет выводиться вот так вот. С таким вот текстом. Мета тег description. Вот мы видим купить стул для бара. Это я скопировал с другой карточки. В нашем же случае нужно прописать кровать viola mini. Купить кровать металлическую. Односпальную. Ну а далее все аналогично тому как было. Доставка по всей Украине. Интернет магазин и так далее. Вставляем мета тег description. И далее переходим на следующую вкладочку. Вкладочка status. Здесь мы прописываем в наличии и так далее. Какие поля нам нужны. Но я лично использую только поле в наличии. Ну вот например 1000 штук в наличии. Если вы прописываете еще и габариты вашего товара, вес и другие параметры. Вот есть вкладочка габариты и вес. Здесь вот эти вот поля вы тоже можете заполнить. На вкладочке изображение мы будем добавлять наши картинки. Я добавляю как? Я копирую название товара. И вставляю это название товара в поле alt text изображения. Если вдруг по какой-нибудь причине картинка не сможет отображаться. То есть если вдруг браузер не поддерживает отображение картинок. Или вдруг картинка удалится случайно. То вместо изображения будет выведен вот этот вот текст. Кровать Viola Mini. Вот alt text изображения это как раз то, что будет выводиться пользователю в случае, если изображение показать невозможно. Чтобы загрузить картинку, кликаем на кнопочку обзор. Давайте я стрелочкой покажу, чтобы вам было понятно. Кликаем на кнопочку обзор. И загружаем нашу картинку. Нажимаем сохранить. Первая картинка у нас добавлена. В принципе и товар у нас добавлен. Теперь, чтобы добавить вторую картинку. Мы переходим опять на вкладочку изображение. Убираем вот это вот уникальное имя. Вот это вот поле уникальное имя. Убираем. И нажимаем вновь на кнопочку обзор. И выбираем вторую картинку. Нажимаем сохранить. Теперь у нас две картинки добавлены в нашу карточку товара. Давайте теперь посмотрим на сайте Эко Мебель, как выглядит карточка товара. Как выглядит тот товар, который мы сейчас добавили в интернет-магазин. Мы добавляли товар в раздел металлические кровати. Поэтому на сайте переходим в раздел металлические кровати. Вот кровать Виола мини. Вот цена. Мы этот товар добавили. Переходим в описание товара. И вот мы видим две картинки, которые мы добавили. Описание. И в принципе все. Есть кнопочка добавить в корзину. Есть кнопочка задать вопрос. Но в прайсе у нас это кровать с разными ценами. Вот видим есть разные варианты. И в следующих видео я покажу вам, как делать вот эти вот выпадающие списки. Чтобы можно было выбрать разные варианты. А в этом видео я вам просто покажу, как создать таблицу. Вот в описании давайте мы в нашей кровати Виола мы просто создадим таблицу. И в виде таблицы выведем пользователю вот эти варианты цены. У нас таблица будет состоять из двух колонок и четырех строк. Поэтому в описании переводим курсив под текст. Вот сюда. И нажимаем таблица. Таблица две колонки, четыре строки. Вот у нас есть. Заголовок таблицы. Вставляем. Заголовок. Размеры. Как видите, я сначала с Excel перетаскиваю текст в блокнот. А потом уже из блокнота я вставляю в редактор. Ну такая привычка у меня. Потому что раньше, насколько помню, грязный код переносился. Если мы копируем с Excel или с Word напрямую в редактор на нашем сайте, то получался грязный код. Поэтому я по привычке, по инерции делаю так. Я сначала копирую, если у меня есть какой-то текст в Word или в Excel, я его копирую в блокнот. И потом уже только из блокнота я перетаскиваю этот текст, переношу этот текст в редактор текста на сайте. Так, и теперь цены подставляем. Сохраняем наш товар. Нажимаем на кнопочку сохранить. И давайте перезагрузим. Точнее перейдем в нашу карточку товара. Металлические кровати. Кровать Виола Мини. Видим, у нас таблица добавилась. Но некрасиво она добавилась. Нет границ. Поэтому сейчас нам нужно выделить эту таблицу. Просто сделаем клик по границе нашей таблицы. Вот она выделилась. И нажимаем на иконку свойства таблицы. Здесь мы можем задать ширину, высоту таблицы, внешний отступ, внутренний отступ, рамка. Ну, например, рамка давайте поставим 1. Кликаем ОК. Сохранить. И теперь перезагружаем нашу страничку. Видим, вот теперь таблица выглядит более привлекательно. И она бросается в глаза. Вот, в принципе, и все. На все про все ушло минут 15-16. Где-то так. Но это если у вас уже рука набита. И вы знаете, что вы делаете. И что, и как, и где нужно вводить. Если же, конечно, еще вы только первый раз начинаете добавлять товар. То, конечно же, это займет у вас определенное время. И еще время понадобится сделать вот такие вот выпадающие списки. Но об этом поговорим в следующем видео. Конечно же, еще лучше в идеале, если вы не просто скопируете описание с чужого сайта. А составите свое описание минимум на 800-900 символов. Это будет очень хорошо для индексации товара. И товар попадет, ну, в топ-10 попадет точно. Вот я как по себе знаю, по практике своей. Если пишется уникальное описание товара. От 800 до 1200 символов. Вот так вот где-то. Если полностью уникальное описание товара. С использованием ключевых слов. То в топ-10 он попадает. Ну, конечно же, в зависимости от того, какая конкуренция. Но если говорить о мебельных сайтах. То вот можно вывести сам товар в топ. При условии, что писать хорошее, качественное описание. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, все было вам понятно. Подписывайтесь на канал Деник Вебмастер. Пишите комментарии, что кому рассказать. Какой следующий урок записать. И до новых встреч, друзья. Деник Вебмастер. Деник Вебмастер. Деник Вебмастер. Деник Вебмастер. Деник Вебмастер. Деник Вебмастер. Продолжение следует...